Привет, печенька! Я очень люблю кушать печеньки, ты знаешь? Ой, сразу отходят. Кому жалко солдат? Кстати, у них двигаются ноги, это очень круто. Помогите. Э! Не понял, что за гений мысли. Которун! Которун, которун! Всем привет! Сегодня будет 10-я юбилейная битва строителей, в которой мы будем строить очень сложную тему. Искусственный интеллект. Но я не буду участвовать, так как в билдоботе помещается только 7 участников. У нас будет 3 команды по 2 человека. Гусь и Купас, Пират и Кот. Арти еще один Кот, вон там, который лежит. И сегодня мы будем строить искусственный интеллект. Сейчас вы разбежитесь по командам, и мы будем начинать. Но давайте перед началом я вам покажу, как, в принципе, он работает. Это типа рандомных действий, где какое-то существо двигается самым. Вот, суть заключается в том... Да кто-то боялся на жарах! Ладно, оно и так все испорчено. Оно должно, получается, типа двигаться, что-то делать. Вот. Вот как примерно эта корова. Видите, она куда-то идет сама. И вот она даже умеет травку кушать. Сейчас. Кушай травку! Ну, вы поняли, да? Я хочу еще рассказать, напишите обязательно в комментариях, чей искусственный интеллект лучше. В смысле? А, ну, когда получится, да, это надо. Погодите, дайте я запущу торжественный салют в честь юбилейной битвы строителей. Сейчас вы наблюдали очень крутой салют из ракет, который будет вас бестить все это время. Ладно, начинайте строить. Смотрите, как вам надо строить? У вас должна быть командная работа. Вы должны думать, как одну целую. Как чертюль. Типа, что вы будете делать, кто что будет делать. И не взрывать друг друга, как это собирается сделать арти. И ничего загружать там уже нельзя. Как это делать, только что, только вот. Кстати, вот тут больше всего нарушений я вижу в артике кота, так что я за вами буду следить. Так, Купас и Гусь вроде бы нашли общий язык, чтобы строить по раздельности. Один там блок поставил, а другой там. Там вообще не знаю, что происходит. Так, а я сделаю оборудование, чтобы до вас удобнее добираться. Все, я начинаю смотреть, что у вас получилось. Потому что вышло ваше время. Так, первая у нас черная команда. Всего у нас только три команды. Кот и Арти. Что вы построили? Ума. А я против. Это что, я? Нет, это ухо. Это твоя копия, я ее потом в своих целях буду использовать. Это нуби, нубика меч тут есть, сам ух и птичка, у которой есть пистолет и огромный хвост. А еще есть логини, которые все намышляют сломать. Так, ну ладно, я пока тут не вижу особо таких механизмов. И тут огромная стена, зачем? Ладно, я пойду сейчас к красным. Скрыт, ну ладно. Так, а вот тут уже что-то интересное. Вроде бы. Какие-то сферы. Сейчас я подойду. Рядом есть какая-то шапка. И это, наверное, Амугус. Да. Это Амугус. Амугус. Амугус в форме. Нет, оно должно быть вот такого цвета. Вы строите Амугусу и пока что вместе командной работой делаете декор. Бруто. И осталась последняя команда, то есть... Розовая. Что же построил код? Вы... Вы что делаете? Что это? Я делаю зуряника, а он делает солдатика. Это с новогодним обновления. Ааа, вы новогодние обновления делаете? Они делают... Вот ты делаешь печеньку, а он солдатика, который каждый год к нам приходит. Великие печеньки вернулись летом. И... Солдаты. Ну, да, теперь у нас летом будут... Ааа, ладно. Все понятно. Вы воссоздаете зиму. Еще снег припорошить был. Зима. Это были все постройки пока что. Все, я начинаю смотреть, что у вас получилось. Потому что прошло следующие полчаса. У Амургусов, то есть команда с Амургусом, появилась... Типа, ну, типа, они прикрепили свою шапку, сделали за эти полчаса, доделали полностью лицо Амургуса и начинают делать нож. А интересно, что тут будет из искусственного интеллекта? У кота, они тут делают ухо на крыльях, я не знаю зачем, я вроде летать не умею. Хотя, даже не знаю. Дальше, команда, где все в снеге. То есть, тут строят какого-то Балди, что ли? Да это не Балди, это мужик. Да ладно, тут тоже есть успехи очень большие. Потому что тут очень красивый декор, но вообще не ноль механизмов. А пряник? Ну, пряник как пряник. Можно я его съем потом? Нет, нельзя. Эх, ладно. Кто это сказал? Я его запоню. Так, ладно, стройте, продолжайте. Ладно, полчаса прошло, я начинаю смотреть. У вас остается последние полчаса. Так, первое, кому я прилечу, это будет розовая команда. Ты уже только что тут пролетал. Да я просто пролетал. Я же не смотрел. Так, все, я к вам прилетел, что у вас тут? Так, тут делается тот самый солдатик, зимой который был. Очень круто получается. Кстати, ты голову добавил. А вот тут пряник, да, он тоже, кстати, доделывается. Мне кажется, если вы успеете сделать механизмы, то это будет самая лучшая постройка. Сонтер, полетели со мной, мы и так тут. Так, теперь я лечу к коту, потому что это ближе всего. Так, что тут у тебя изменилось? Кстати, где твой напарник Арти? Ты делаешь мне огненную футболку. Спасибо. И вон там есть маленький я. Круто. Но почему у птички огромный хвост, я не знаю. Ну, я думаю, ты делал все это время механизм. Так, что тут за амугус у нас? Что изменилось? Кажется, вы все это время работали над механизмами, да? Да. А где искусственный интеллект-то сам? Мы вроде не роботов строим. Все будет, не волнуйся. У вас полчаса осталось, поторопитесь. Все будет. Мы полетели дальше. А, уже команд не осталось. Заходи ко мне в команду. Мы снова будем ждать какое-то время. Это, по-моему, не... Давай строить супер для галл. Нет. Это механизм ходьбы. Это как разоградение. Все подвяжем. Ну, не должно быть такое манжучек. Что это, Фондус? Там, вон, 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 вон. Очень мешает. Видишь, я не сильно прямо шарик. Утка будет большой. Винус, вон, 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 вон. Амагай. А, точно, я просто подключить добыл. Я подключить добыл. А можешь убрать? Мне прямо интересно. Вот сейчас проверить. А, скучно. Ну, все равно подключить. Поэтому... Да. Тут Амагус на искусственном интеллекте. Пока что готовятся механизмы. Вон, погнали отсюда. А то он снова обезумит, как это было 5 минут назад. И тогда нам капец. А, она с горбуном пытается поймать. Кот, отключи изоляцию, и мы тебя забаним. Ай, ты меня сейчас угробишь, Сондор. Так, что тут изменить? Можно будет посмотреть у другого кота постройку? Другой кот, разрешаешь другому коту смотреть твою постройку? Короче, тот кот, то есть кот, хочет посмотреть постройку твою. То есть кота. Короче, кот хочет посмотреть постройку кота. Ты ему разрешаешь, этот кот? Конечно, он разрешает. Он тебе разрешает. Кот, можешь идти к коту. Какая-то странная. Эх, бедную печеньку ее разрывает на куски. Но она очень... А что с солдатиком? Нормальный солдатик? Я две штучки купил. Солдатик такое лицо, будто он увидел впереди какую-то машину, которая его уничтожит. Поехали отсюда, солдатик. Я начинаю смотреть, что получилось у кота. Тут есть ух, гигантский ух, обычный ух. Спидерат есть. Еще ты есть, вон там и загадочный челик. Это зойкий. А, это Арти, да? Который смотался. Ну, в принципе, тогда уже достроил, когда он смотался. Ну, ладно. Об этом не будем. Давай, включай своего босса. Только дай мне лужин. Так, это, конечно же, искусственный интеллект, так как мы знаем, что... Ну, вообще-то, искусственный интеллект это просто рандомные действия. Так, давай начинать. Что же может этот босс? Он может стрелять из пистолета и вот так перемещаться в рандомные действия. Привет, босс. Здрасте. Что, если ты на меня наступишь? Ай, и он умеет бить своей ногой. Слышите, это было больно, вообще-то. Дальше. Этот босс, как я уже и говорил, он может атаковать всех. Кот всё выполнил, он сделал, типа, то, что я просил, искусственный интеллект. Того? Дайся заспидрадить. Заспидрадить? Во рту можно заспидрадить. Во рту? Да. Во рот залезь. Ща, погоди, залезу. Во рту можно использовать пушки. О, я во рту. Сердце уничтожить. А, я, типа, скатался, типа, его желудку, и теперь мне надо уничтожить его железное сердце. Ну, я уничтожил самого себя. Круто. Я сам себя уничтожил, помогите. Чё с ним происходит? А, он, кажется, ракету включил. А, блин, помогите. Всё так, он перестал работать, он больше ничего не может. Тебя он может просто висеть и принимать пули от меня. Короче, это был искусственный интеллект, типа, меня, который, как босс, пытается нас уничтожить. Но самое главное, что у него есть действие, типа, он куда-то бегает, есть декор. И также тут есть одна пасхалочка. Это Которум. Есть игра Рекрум, а это Которум. Которум. Которум, Которум. И как отсюда вылезти? И это было всё. Самое главное, что тут есть искусственный интеллект и всё такое. Вообще, из способностей он мог стрелять из пистолета и бить нас ногами. Что он ещё мог? Чё он ещё мог бить больших? А, ну и руками он мог бить огромных боссов тоже. Вроде вон того Амогуса. Сейчас я буду смотреть, что получилось у красной команды. Вы готовы, чтобы я смотрел вашего Амогуса? Гусь, покажи, что может он. На кресле нельзя вообще-то сидеть. Может... А, ну вот. Искусственный интеллект. Почему вы все строите что-то огромное? Ну ладно, что он может делать? Получай Амогус. Сначала мы можем трансформацию. Он может трансформироваться в коробочку. Ого. Прикольно. А где искусственный интеллект? И может снова выдвигаться и становиться Амогусом. Может сам двигаться. А, он сам может двигаться, типа двигать ногами, но... Всё это работает на ракетах? Да. Серьёзно? На ракетах, не на колёсах? Это типа искусственного интеллекта, то что он может сам двигаться. По идее. Ну да. Ну по идее вы выполнили то, что надо. Он ещё умеет трансформироваться. И также он очень красиво выглядит. У него тут 3D такая штука. Овал. Шляпка. Ножик. Ещё должен быть пистолет, только куда он пропал, я не знаю. И вот, и он сам иногда превращается в коробку. Только почему-то двигает ногами даже в виде коробки. Блин, он просто перемещается на ракетах. Вообще странно немножко. Но очень классно. Мне нравится. Мне нравится то, что он очень странный. Что? Он может ещё быстро двигаться. Гусь, это ты чё-то сделал? Я сразу... Гусь! Ты испортил... О, это там Мугус умеет ещё танцевать. Всё, искусственный интеллект на высоте. Всё, понятно. Самый крутой робот. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ему понравилось, что мне понравилось, и он решил ещё раз танцеваться. Так он ещё летать умеет. Вообще крутой. И пинать ногами. Ладно, мне пора. Пока. Ладно, это там Мугус на 10 из 10. Только он потерял свои ноги во время танцев. Это был ваш робот. Пойдёмте смотреть, что получилось у Паштета. Тут прям вообще всё на высоте. Искусственный интеллект. Это зимнее обновление. То есть вот эти печеньки, пряники и солдатики. Им надо ещё пару минут. Да, у них кажется вообще самое крутое, да? Только вот этот пряник какой-то невесёлый. Хотя, если у тебя оторвали ноги, я бы тоже весёлый. Всё, он не был. Давайте посмотрим солдатика, да. Вот так он задвигается. Погодите. Ой, нет, он начал танцевать. Так, у него есть декора. Он начал маршировать, но у него болит нога и он танцует, поэтому... А, у него вот, у него есть получается... А, ладно. Так, можно я хотя бы так посмотрю? У него тут везде сферы, то есть его руки очень детализированы, как и тело, и голова. Вот тут есть сфера. Также вот тут есть небольшая сфера. Тут сфера и везде всё кругое очень. И ноги тоже прикольные. И также у него болит нога, поэтому он вместо марширования пытается танцевать. Ещё тут бегает какой-то этот... Шаровая молния. Она реально бьёт нас. И также постройка ещё одного. Зачем две постройки-то строили? Можно было одну. Ну ладно, вы построили две, и это печенька. Вот это построено с телефона, и после этого ещё люди говорят, что на телефоне невозможно строить. Эта печенька может двигаться, то есть у неё есть анимация ходьбы, и она как бешеная бегает. Её лицо не очень радостное, но она очень круглая, и смотрите, какая детализирована. И это построено на телефоне за два часа. Ну, не прям всё, но прям-то... Вы очень много старались над декором, но не успели сделать так, чтобы они немножко думали, и вот так... Хотя, в зимнем обновлении эти печеньки тоже там любили в стены бегать, кто помнит. Да. Так что это реалистично. Вот одна из них. Да, печеньки вернулись, только почему-то не зимой. Кстати, у них двигаются ноги, и это очень круто. Ну, и очень много декора разного. Это типа искусственный интеллект. Блин, купол со своей шаровой молнией, значит, я сейчас шаурму за шаурму. Кому жалко солдатиков? Я, конечно, с декором, я за механизмом сильно не шарю. Потом мне паштет сказал сделать в мордочку печеньки и вот эти пуговицы. Я пошёл за ними. Солдатика кинул вот эти. Ну, блин, шаровая молния уже бесить начинает. А что это не печал? Смотрите, как шаровая молния крутится. Когда молнии не хотят крутиться. Ой, блин. Э, у меня сбросил. Солдаты убили. А, меня шаровая молния. А, нет, меня молния поймала. Что за ураган, блин, буранит? Помогите. Ты же битная вертуха. Можете заново загрузить и показать мне солдатик? Это главное. Ой, блин, а что с ногами? Э, дай ноги подорвались. Да что за хрень? Его их оторвало гранатой. Ой, прям уж. Это всё из-за этой шаровой молнии и купаса. Да, потому что он ногу схватил и пинал. Да, он ещё поршень украл. Солдат побежал. Вот гений решил на месте маршировать. А печенька врезала в стену. Она так побежала прикольно. Эх. Печенька против стены. Ну, у них, конечно, IQ миллион прям уж. Стоит один на месте, другой в стенку упрошьте. Ну, тут да, декора много. Привет, печенька. Я очень люблю кушать печеньки, ты знаешь? Ой, сразу отходят. Реально IQ есть. О, давайте. Шаурма против шаурмы. Или что тут у нас? Шаровая молния против печеньки. Кто победит? Печенька пока что... Вообще, ей пофиг, как-то на молнию. Ах, купаться запускает. Она, я подумала, я кинула просто купаться за километром. Ладно, давай, загрузи своих человечков, мы на них закончим битву строителей. Помогите. Помогите. Вот это настоящий искусственный человек. Смотри, бомбом. Вот это что творит. Ты, конечно, умный, но я умнее тебя. Э, не понял, что за гений мысли. На этом будет заканчиваться эта юбилейная битва строителей. Всем спасибо за участие. И поймай меня, Купус. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok